Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в одном из крупнейших рыбных магазинов нашего города, который располагается на Одинцовском подворье. Запомните павильон 3-1. Приходите сюда, ведь здесь представлено более трехсот наименований свежей, соленой, копченой рыбы, огромное количество морепродуктов. Но сегодня мне бы хотелось поговорить с экспертом океанической рыбы. Сегодня огромный выбор представлено различной рыбы. Я еще раз повторюсь, Валерия, расскажите, чем сегодня вы удивляете ваших покупателей и что представлено перед нами? Здравствуйте, Мария! Сегодня вашему вниманию мы предлагаем большое разнообразие океанической рыбы. Вся наша рыба дикая, мы вылавливаем ее на северо-западе Шри-Ланки и в Россию доставляем самолетом. Сегодня для наших покупателей рыба-меч. Мы разделали ее на стейки. Рыба очень интересная, нежная, сочная. У нее практически нет костей. Внутри проходит единственный хрящик. Можно показать филе? Прямо вот показать нашим телезрителям, чтобы они увидели это чудо. Вот такие замечательные у нас стейки. Рыба вся свежая, не перемороженная. Акценно. Даже ни разу не была заморожена. Рыба действительно доставляется самолетом. Все необходимые документы, конечно же, у нас есть. Эту рыбу очень любят дети. Они любят ее за то, что она не обладает во время приготовления насыщенным рыбным запахом. По вкусу рыба достаточно интересная. Нечто среднее между курицей и индейкой. Даже те детки, которые не любят рыбу в принципе, рыбу-меч обожают. Валерия, с чем бы вы порекомендовали сочетать рыбу-меч и как лучше всего ее приготовить, тем более, если ее обожают дети? Рыба готовится легко и просто. Вот такой стейк толщиной 3 сантиметра идеально жарить на сковороде. Жарим достаточно быстро. Ни в коем случае нам не нужна никакая панировка. Рыба вкусная сама по себе. Буквально 3-4 минуты с каждой стороны обжариваем. Соль, перец добавляем, когда рыба уже готова. Если заранее добавим соль и перец, рыба у нас получится пересушенная. Также рыбку хорошо запекать. В рукаве можно запекать в фольге. Кто как любит. Добавляем к этой рыбке чеснок, розмарин, тимьян. Тоже выбираем каждое из своих предпочтений. Эта рыбка не часто присутствует на наших, конечно же, столах. Это редкость. И в праздники мы балуем. И хотим баловать наших родных, близких людей. Чем полезна эта рыба? Тем более, вот еще раз хочу заакцентировать внимание. Вы так ее рекомендуете именно для детского питания? На самом деле, вся рыба дикая. Эта рыба не выращивается человеком. Она плавает там, где она хочет. И, соответственно, питается тем, чем она хочет. То, что она любит. Мясо рыбы насыщено различными витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами. Оно легко усваивается. Конечно, рыба благотворно влияет на сердечно-сосудистую деятельность человека. Но у нас помимо рыбы-меч здесь огромное количество и других видов рыбы. Какие? Очень яркие, очень красочные. Есть и красные, и оранжевые, и желтые, и разноцветные. Давайте пройдемся по видам. Давайте. Давайте начнем с самого яркого, самого красивого. Очень красивая, очень эффектная. Это группер красный. Вот такой он у нас красавец. Также другое его название – каменный окунь. Он живет в кораллах. Рыба хищная. Питается мелкими ракообразными и другими мелкими видами рыбы. На самом деле, групперы могут достигать размера порядка двух метров. И вес может доходить до 200 килограммов. Естественно, мясо у такой крупной рыбы будет невкусным, очень плотным и жестким. Идеально, конечно, рыба до трех килограммов. Ее можно также жарить, можно запекать. Прям можно запекать целиком? Целиком, конечно. А в фольге или в фольге? В фольге, в рукаве или просто. Ничего особенного в приготовлении наша рыба не требует. Ровно так, как вы готовите любую другую рыбу. Самое главное – рыбу не передержать в духовке или же на сковороде. Например, рыбка весом около двух килограммов при температуре 180 градусов в духовке запекается не более 40 минут. Идем дальше? Идем дальше. Друзья группера красного – это группер мраморный и группер серый. Все они у нас хищники. Далее. Мой любимец – сладкогуб. В чем уникальность этой рыбки? У него очень интересное белое мяско, на вкус слегка сладковатое. Он вот так у нас умеет улыбаться. За это его и назвали сладкогубом. Его губки вот так вытягиваются. Он тоже, конечно же, хищник. Это рыбка луциан. Она у нас также окунеобразная, также хищник. Ее также можно жарить на гриле, можно жарить на сковороде, можно запекать, можно использовать ее филе для приготовления каких-то салатов или супов. Я правильно понимаю, что когда покупатели приходят к вам в магазин, они могут научиться готовить тот или иной вид рыбы, с которым не встречались ранее. Потому что, наверное, многих будет останавливать необычный окрас, необычное название. Я вот никогда не слышала такой рыбы. Наверное, я не буду ее приобретать. Вот здесь вы все границы стираете и помогаете покупателям разнообразить свою пищу, пищу своей семьи. И насытить ее полезными, еще раз подчеркиваю, полезными витаминами, минералами и нежирными аминокислотами. У нас есть удивительно яркая, красочная рыбка. Как она называется? Эта рыбка называется попугай. Он самый безобидный. Он живет в кораллах. Кушает он тоже кораллы. За что его назвали попугаем? За то, что его зубки срослись в характерной клюве. И именно за этот клюв его назвали попугаем. Мне кажется, еще из-за яркую окраску, ведь он действительно необычный. Если все-таки как-то рыбки привычного одного цвета, но с небольшими переливами, то здесь прям буйство красок. Да, да. Попугайчики у нас бывают синими, зелеными и красными. А крас зависит от их места обитания. Потому что, так как они не хищники, они вынуждены скрываться и прятаться. Если говорить о самом долгожданном празднике года, конечно же, новогоднем торжестве, который все мы ждем, к которому готовимся заранее, что бы вы порекомендовали поставить на праздничный стол? Чем удивить гостей? Это для меня очень сложный вопрос. Дело в том, что я очень люблю рыбу. Любой вид рыбы мне нравится по-своему. Можно приготовить хорошую холодную закуску, например, из тунца. Можно приготовить стейк рыбы-меч, подать его с овощами или диким рисом. Можно запечь барамунди, можно приготовить массу блюд. По вашему опыту, какая рыба пользуется самым большим спросом? Что любят одинцовцы? Это сложный вопрос. Я считаю, что самая популярная рыба – это тунец. Дело в том, что тунец из всей представленной здесь рыбы наиболее известен нашим покупателям. Его можно жарить, его можно добавлять в салаты, также можно мариновать и употреблять в сыром виде. Ну, теперь благодаря магазину рыба на Одинцовском подворье у Одинцовцев появится уникальная возможность познакомиться с другими видами океанических рыб и попробовать приготовить их на свой стол. У нас сегодня есть уникальная возможность вместе с шеф-поваром приготовить несколько блюд. Я думаю, что пора этим заняться. Да, конечно. А я тем временем вооружилась перчатками. Евгений, уже рвусь в бой, что сегодня будем готовить из океанической рыбы. Мы сейчас приготовим все вещи с тунцом. Это сочетание свежих листьев салата, цитрусовых фруктов, груши и тунца. У нас есть свежий тунец, прямо недавно выловленный из океана, доставленный на самолете в Москву и потом уже привезенный в Одинцово в наш магазин. Итак, что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобятся листья салата. Мы уже нарезали сегменты грейпфруктов и груши. Ну и сам тунец. Итак, приступаем? Да, приступаем. Что мне делать? Можете развожить листья салата, потом мы сверху кладем фрукты. И потом я пока порежу тунца в это время. В тунец мы что-то добавляем или он в салат уходит свежим? Мы его слегка замаринуем в соевом соусе. Я все правильно делаю? Побольше салата или достаточно? Достаточно. Вообще, с чем лучше всего сочетается та или иная рыба? Ну, сегодня мы рассказываем в нашем телезрителе об океанической рыбе. То есть, все-таки вот чем ее можно и как ее можно испортить? То есть, чего вообще нельзя делать с рыбой океанической? А что следует? Ну, океанической рыбе хорошо жарить, запекать, на гриле готовить. Просто разные рыбы по-разному готовятся. Ну, в основном рыбу главное не передержать в духовке. То есть, примерно время приготовления, вот если мы возьмем рыбу, ну, средний вес 2 килограмма. 2 килограмма готовится 35 минут, рыба в среднем запекается. Запекается при температуре? 180 градусов. Так, я вроде с салатом справилась. Да, потом мы кладем в сегмент грейпфрукты. Груши, да? Следом отправляем грушу? Сегодня у покупателей магазина рыба есть возможность продегустировать океаническую рыбу. Вот что говорят жители, уже многие попробовали рыбу-меч и тунца. Как они реагируют на нее? Очень нравится. То есть, все довольны? Да. А есть ли кто впервые пробует океаническую рыбу? Есть. И они, в общем-то, по-новому ее для себя открывают. Как мы, вы уже сказали о том, что тунец мы маринуем, что мы делаем? Вот мы его нарезаем такими кубиками, да? Вот такими кубиками небольшими. Мы его нарезали. Еще добавляем оливковое масло. Лучше сначала добавить оливковое масло, чтобы тунец себя много не впитал соевого соуса. Чтобы слегка впитал, чтобы он был слабо соленым. Соевый соус. Все так слегка перемешиваем. Соль, перец нужен? Нет. Соевый соус соленый. И мы, в принципе, даже не даем ему постоять, мы сразу раскладываем. То есть, эту рыбу не нужно долго мариновать. Она достаточно быстро себя впитывает. Соль. Наш салат готов? Практически. Сейчас небольшой секрет. Так, я напомню, что для салата с тунцом, я сейчас вспомню все, что говорил Евгений, мы взяли листья разного салата, добавили кусочки грейпфрута, груши, замариновали тунец, свежий, подчеркиваю, свежий тунец. И ваш секрет? Чуть добавляем сока цитрусового. Ну, грейпфрукты. А можно добавить лимонный сок? Нет, лимон высушит тунец. То есть, лучше взять лимон? Не рекомендую, да, грейпфрукты более нежные. Очень красиво. Потом добавляем еще какой-нибудь ягодный бальзамик. Ягодный крем-бальзамик. Это выпаянный бальзамик, там добавляется чуть сахара. Можно я это? Я вам помогу. На этом секретные ингредиенты. Все закончилось. Закончились. Наш салат из свежего тунца готов. Я хочу подчеркнуть, что на его приготовление у нас ушло чуть более пяти минут. А может быть, даже и меньше. То есть, если вы хотите порадовать своих близких на Новый год, рекомендуем салат из свежего тунца с грейпфрутом, грушей и листьями романа. И айсберга, салата айсберг. Итак, Евгений, у нас огромное количество рыбы. Салат мы приготовили. А что у нас все-таки на горячее? Ну, сейчас пожарим рыбу-меч. С удовольствием. Уже говорили сегодня о полезных свойствах этой рыбы и о том, что она пользуется популярностью у наших жителей. Несмотря на то, что лидирующее место принадлежит все-таки тунцу, но рыба-меч наступает уже на пятки. Что нам для этого понадобится? Мне достать стейк? Да, давайте. Итак, мы берем стейк рыбы-меч. Вот он у нас такой красивый, охлажденный, незамороженный. Евгений, что мы с ним делаем? Мы его будем жарить на сковороде, на оливковом масле, в добавлении чеснока и розмарина. Передаю вам. Надо раскалить сковородку, чтобы слегка масло задымилось. Кладем мы раскаленную сковороду. Температуру сначала на максимум мы жарим, потом чуть-чуть делаем по тише температуру. Сколько по времени мы жарим стейк? Стейк мы жарим где-то по 4-5 минут с каждой стороны. Не более? Не более. То есть именно тогда у нас получится сочное, мягкое мясо? Да, главное в конце сам посолить, чтобы оно не стало более упругим и не вышла вся влага. То есть, подчеркиваем, солим и перчим уже в самом конце, практически перед подачей? Да. Пока наш стейк жарится, когда мы добавляем розмарин, чеснок? Розмарин, чеснок мы добавим, когда рыбу уже перевернем. Ну, что-то нужно сейчас, может быть, очистить тогда, подготовить? Да нет, чеснок может просто пополам разрезать, чистить его необязательно. Теперь просто вверх, 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 вверх. То есть просто, чтобы он отдал свой вкус? Да, больше не надо. И сколько веточек розмарина? Ну, 3 веточки розмарина достаточно будет. То есть все у нас готово, осталось дождаться, когда наш стейк будет... Готов. Готов, прожарится. С одной стороны, наша рыба готова. Сейчас ее перевернем. Какая она стала красивая, золотистая. Добавим чеснок и розмарин. Мы прям разложили, да, по бокам и на рыбку розмарин, чеснок, чтобы они отдали свой аромат. Да. Еще жарим 4 минуты, и дошлипка будет готова. И, в принципе, подаем на стол. Не забываем перед самой подачей посолить и поперчить. Евгений, прошло 4 минуты. Теперь пришло ли время посолить и поперчить нашу рыбу? Да, конечно. Добавляем соль, перец. И можно кушать нашу рыбу. Самое главное правило. Не солим, не перчим рыбу перед началом приготовления. Чтобы она не отдала, наверное, все соки. Наша рыба готова. Давайте покажем ее нашим телезрителям. Итак, наша рыба готова. И я хочу еще раз подчеркнуть, что на ее приготовление ушло порядка 9 минут. Это вместе с разогреванием плиты. Да, и сковороды. Евгения, спасибо огромное за ваши рецепты. Я думаю, что благодаря им наши телезрители будут охотнее экспериментировать, пробовать новые вкусы, приходить в магазин рыбы на Одинцовском подворье, приобретать океаническую рыбу и получать истинное удовольствие. Потому что, ну, действительно, рыба, и вот сегодня покупатели приходят, дегустируют, она вызывает восторг, она действительно очень и очень вкусная. Итак, я напоминаю, что мы сегодня пожарили рыбу-меч и сделали вот такой салат из свежего тунца. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Приходите на Одинцовское подворье, приобретайте океаническую рыбу. Пока! Продолжение следует...